Вчера до дождя я успела сорвать черную смородину. Там у меня еще осталась ежта. Но черную смородину я сорвала. Один кустик я оборвала раньше, а второй кустик остался у меня дозревать. И смородина спелая, ароматная. Она прямо такая налитая вся соком ягодным. И сейчас мы с вами пойдем и кое-что из нее приготовим. Ни для кого не секрет, что черная смородина это кладезь витаминов, полезных веществ. Но и также смородина обладает всеми нужными качествами, чтобы превратиться в хороший густой пикантный соус. Вот я сегодня хочу приготовить такой соус. В рецепте, конечно, он идет острым. Но так как в моей семье сильно острое не едят, поэтому я, скорее всего, красный горький перец добавлять не буду. Добавлю немножко молотого душистого горошком перца. Вот эти ягоды, прекрасные смородины, они создадут одновременно структуру, такую однородную. В то же самое время она будет очень приятная, с легкой кислинкой. И я думаю, что не придется добавлять никаких загустителей искусственных. Этот соус хорошо подойдет и к мясу, и к рыбе, и к овощам гриль, я так думаю. Также в такие соусы не добавляется соль, в ягодные не добавляют. Ну, может быть, пару крупинок для усиления вкуса мы добавим. Такие соусы должны быть кисло-сладкие. Вот только вот с пропорцией сахара надо будет варьировать, чтобы не убить вкус самой смородины, а уравновесить такую естественную кислоту и создать изумительное сочетание вкусов. Все, сейчас мы с вами пойдем и начнем заниматься приготовлением прекрасного, чудесного соуса из черной смородины. Этот соус можно будет хранить на зиму. Хранится он долго и подается к разнообразным блюдам. Я думаю, что в подвале или даже если в холодильнике его можно хранить, потому что стерилизовать, закатывать я не буду. Я буду закрывать просто плотно крышкой. Итак, мне понадобится полкилограмма смородины, около пяти столовых ложек сахара, но буду варьировать, 300 миллилитров воды, перец горький в рецепте, но, как я сказала, я добавлять его не буду, чайная ложка паприки, молотый кориандр и душистый перец горошком. Еще мне хочется пикантности, поэтому я добавлю базилик у меня лимонный и немножко добавлю еще других травок. Тут я нарвала у меня немного розмарина и мяты. Походу, может быть, еще кое-что добавлю от себя, сымпровизирую. Вот, а в букете у меня на столе стоит прекрасный цветок рута. Вот та самая червона рута, о которой пела София Ротару. А легенду о червоной руте я вам расскажу в следующем своем видео. Для начала я взвесила вот полкилограмма, у меня 461 грамм смородины. Я особо перебирать смородину не буду. Я оставлю, чтобы были листочки, потому что листья дадут такой приятный-приятный оттенок. Вот я беру эту смородину, пересыпаю ее в кастрюлю, как я уже сказала, вместе с листьями. Добавляю 300 миллилитров воды и включаю огонь. И на огне она у нас должна будет постоять 15 минут. Как я сказала, в ягодные соусы соль не добавляется, но немножко, пару крупинок мы все-таки добавим. Бабушка учила, что во все блюда, даже сладкие, в выпечку надо добавлять соль. И вот сейчас, вот сразу же, как только мы поставили на огонь смородину, залили ее водой, я сюда добавляю немного черного перца душистого, немного зерен кориандра, два бутончика гвоздики и немножко семян аниса. Все, 15 минут ждем, пока закипит, и пусть проварится. И тут остапа понесло, я решила еще кусочек корицы кинуть. Вот минут 10 у меня соус уже поварился. Ну, такая ягодная масса, это еще не соус. Я достала палочку корицы, так как мне очень активно стало пахнуть именно корицей. Я не хочу, чтобы он перебивал все ароматы. И сейчас я сюда добавлю немножко базилика, буквально вот две веточки. Так, дальше я веточку мяты и пару веточек розмарина кину. Вот один и второй. Сюда также добавляю чайную ложку кориандра молотого, здесь есть уже зернышками, и чайную ложку паприки сладкой. Острый перчик я добавлять не буду. Все еще минут 5-7 вот это проварится, я сниму с огня. Можно будет протереть через сито, но сначала пробью погружным блендером, протру через сито, и еще 15 минут буду уваривать. Да, при этом еще добавлю сахар. По рецепту на это количество смородины 5 столовых ложек, но я буду пробовать. Я не буду сразу весь сахар добавлять. Вот ровно 15 минут у меня покипели ягоды. Сейчас я выключаю огонь. Приготовила уже погружной блендер. Перебью все. Листочки пряных трав и листья самой смородины я сейчас выбирать не буду. Я их оставлю. Часть они перебьются блендером, а часть, которая будет более крупная, в сети останется, а в сам соус, в само пюре ягодное уйдут все полезные и вкусные свойства. Я недолго кипятила их, чтобы они все-таки остались такими полезными. У меня я хотела еще показать, есть гранатовый соус, который мы привезли из Турции после отдыха. Привет, Акантедон. Также у меня есть бальзамик виноградный, который варит моя свекровь. Мама из собственного винограда. Это уже 3 или 4 года она варит. Он очень густой, вкусный. Это даже, по-моему, не прошлогодний, а двухлетний выдержки. Еще мне хочется купить такую деревянную бочку и выдерживать его несколько лет, посмотреть, что из него получится. Все, а я перебиваю ягоды. Вот соус уже достаточно густой, такой вот почти однородный. Сейчас я его перелью сюда вот в сито и буду протирать. А потом добавлю сахар. Посмотрю. По рецепту, как я уже сказала, нужно добавить 5 ложек столовых, но я попробую. Возможно, меньше добавлю. Не хочу сладкое. И еще буду варивать его 15 минут на огне. Ну вот, готовое ягодное пюре я перетерла. Вот здесь остался жмых. Здесь такая ровная текстура, шелковистая. Сейчас я добавляю сюда сахар и буду еще 15 минут варивать. Я попробовала, достаточно кисло. Сейчас пока, наверное, 3 ложки добавлю, попробую и дальше буду думать. После 3 ложек все-таки кисло. я добавлю еще, как в рецепте написано. Еще одну. Полная. Так, 5 ложек. Все. И теперь на небольшом огне 15 минут еще буду уваривать этот соус. Все, 15 минут я уваривала соус. Он такой, достаточно густой по текстуре. Однородный, гладкий, бархатистый. Прямо, хотела сказать, шелковистый, но он больше на бархат похож такой вот. Когда остынет, я думаю, что он еще более густой станет. И сейчас я в такие вот баночки приготовила. Перелью. Закрою крышками. Накрою теплым каким-то полотенечком. Постоит. А потом отправлю на хранение в подвал. За счет своей природной кислоты, которая является в данном случае консервантом, этот соус будет храниться очень долго. Если мы его, конечно, не съедим. А пока вот бонусом у меня осталось немного смородины, я ее засыпала в трехлитровую банку, добавила туда оставшиеся у меня розмарин, базилик, и нарвала хороший такой увесистый пучок мяты. Сейчас сюда добавлю немного сахара, залью водкой, ну вот так примерно на одну треть бутылки. Закрою пластиковой крышкой, отправлю в сухое место, темное сухое место, чтобы это настаивалось. И это будет вкусная такая наливочка. Получился такой чудесный соус, восхитительного аромата, восхитительного цвета. Из полкилограмма смородины вот такие полторы баночки. Вот эту баночку я припрячу для пикника, а вот эту буду кушать. Очень вкусно, очень пряно, ароматно, кисло-сладкое. Вкусно-вкусно. Приготовьте, не пожалеете. Продолжение следует... Продолжение следует...